Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого и я продолжаю свое божественное прохождение дополнения Gathering Storm в Сидмерс Цивилизейшн 6 За Османскую Империю! Как видите, мы тут потихоньку уже выносим скифов, но я рекомендую вам начинать смотреть с самого начала, чтобы не упустить все новинки, которые появляются в этом дополнении И перейти к первой серии, ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео Ну а я продолжаю, для начала надо продлить наши союзы с ацтеками и финики, я думаю Так, с этой чувихой у нас экономический А с ацтеком был культурный Так, здорово Я не думаю, что я пойду на кого-то из них дальше нападать, потому что захватив скифов, считайте, что я захвачу и скифов и персию То есть, аж две нации Мне этого будет достаточно Очень надеюсь, что здесь будет построено таки Петром Что мы тут еще не обработали Ребята, тут перебрасываю поближе Оружейная сколько стоит Я ее купить хотел, чтобы ускорить О, наверное, можно покупать уже Отлично, порох ускорен Кстати, а у меня же пороха нету У меня самого Он только вот У У скифов Сейчас мы толстую захватим О, а что она так больно бьет Покровку еле-еле снимала А тут Вообще Так, подходим Наконец С одной башней Видите, как снимается сразу Отлично Социальная инженерия продвинулась Почему? А, разные спецрайоны Здорово Сыпется, сыпется скифы Да Нет уже никакой военной мощи Ну, я их захватываю И начинаю переваривать Просто потихонечку Бурча животиком Они будут переварены и съедены Наверное, шахту построю скорее Железо Я не буду спешить с железом Он мне уже особо не надо Во, увеличилось 35 Слушайте Так это, наверное, от городов зависит От количества городов Или как? Вот от чего зависит все-таки Количество Вот этого накопления Сколько вход Это понятно Вот тут у меня Три Раз Два И где-то По-моему, прямо под городом Еще была третья Да, вот Прям под Стамбулом Видите железо Класс Два железа сразу Около столицы Накапливается шесть Тут две лошади Это вот тут Два И Мускат, по-моему Да, еще Лошади Да Это понятно А вот предел Тридцать один из тридцати пяти Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Ну Тридцать пять на девять Не делится Как-то Хм Ну Подстаю Тут Здесь мы просто отступим Ну Блин Гол Отступил Надо было Подъезжать сюда Ладно Давайте Котоп Полечиться Просто Так Ну Надо А У меня Виктор Уже садится В покровку Надо Самых нормальных Может Ибрагима Пересадить Куда-нибудь Из урфы В Солоху Например Чтобы он Да Наверное Так надо Сделать Чтобы он Давал Этим Катапультом Радиус Так Так И меня Надо Караван Наверное Купить Кабинок Нет пока А вот Это Армия Интересная Для Кого На меня Он Нападать Не будет Континент Уже Практически Весь Обсмотрел И Самое Интересное Что у нас Тут Работает Плюс 100% К Производству Зданий В районе Короче Мне надо Построить Моих Янычар Построить Большой Базар И Построить Каперы Они Какими Считаются Да Рейдерами Вот Эту Карточку Поставить И Каперов Построить Так Союзы Я Продлил Ну Бурса Чуть Чуть Голодает Буквально Капелюшечку Мне бы Знаете Что Город Государства Научный Найти Что Мне все Подарки Это Дарят Что Какая-то Новая Тема Я Смотрю В этом Дополнении Все Все Так Меня Любят Кроме Скифов А Ну и Грузия Почему-то Не Любит Ну Было В прошлых Сериях Я говорил Что Они Там Что У них Хачапури Запах Хачапури Что Такое Я Назвала Был Шелудивым Псом Но Не Хочу Оскорблять Собак Че Он Так Не Любит Надо Глянуть Первые Впечатления Вас Не Известная Причина Э Дамбу Могу Строить Это Район Новый Отвращение Потери Пещорями Засухи На Каждой Реке Можно В Район Если Его Построил Один Угрок То Другие Уже Не Могут Такого Прикольно Река Должна Перефекать Не Менее Двух Сторон Клетки С дамбой Военные Инженеры Могут Один Заряд На Постройку 20% Дамб Военные Инженеры Можно Использовать Так Я Хотел Во-первых На Грузию Посмотреть Тамара Свержена Отсутствием Стен У ваших Городов Претензии К Другим Игрокам А Во-вторых Погоду Посмотреть Что Тут Климат Буря 18% Паводок 31% Засуха Вот Это Все Ну Вот Мне Интересно Все Так Вот Этот Процент Откуда Берется Катастрофическое Наводнение У Финики Здесь Я так Понимаю Но Дамба Построена Да Паводок Препрощен Дамба все стену города больше нет ну и следующим ходом толстая упадет надо и сык брать вот и сык тяжело будет браться да блин тут надо подумать как лучше или гелон спокойно забрать пазырык не трогать он мне не нужен пускай там лояльности отпадет например наверное гелоном стоит заняться тут полны до а а а а а а потихоньку поведем ссыклу башню блин надо тут еще построить ферму вообще так красиво поля будут зарядом раз один заряд остался сюда его отправлю где же вы где зулусы мои прячетесь давайте еще глянем у кого самая большая мощную 1500 у дедоны да но мы недавно только союз продлили так что дедону и и судя по всему это мощь чисто морская всех остальных так себе а где мали 66 ну то есть у нее такая же мощь как у меня какие-то не уникальные мандекалу что-то мне это напоминает из пятерки и тут у народов холмов суп у них производства какая какое говнище у меня общая территория просто ровная вася такой ровный красивый пасе кампус тут двоечка может быть окей или мастерскую идет дамбу могу построить видите на реке урал а это какая река или это вся река урал нет вот волга волга урал чувствую себя там чувствуешь себя в россии торговца купить надо ну не хочу сейчас дамбу строить как-то дорого стоит давайте кампус или мастерскую построить что у нас тут вообще по великим людям торговец вот будет флотоводец инженер не скоро и ученый только недавно стал генерировать давайте мастерскую покровки что центр коммерции кампус и вот тут кампус давайте сначала купим караван с салохи значит в покровки отложим пока производства надо клетку вот эту купить а нет и не куплю гелону принадлежит блин ну мы захватим гелон нафигат там барна еще сядет губернатор амбар тут не нужен давайте рабочих и в покровке надо толстую гелон захватить пазырык бросить на произвол судьбы и потом уже всеми армиями на иссык эти там подвожу постепенно басадную башню о аль-уахиду нахать араба встретил где он на моем континенте или на чужом он и как вы руки некие все-таки заселила этот остров нет никакого мира так я в первую очередь давайте поставим а первый посол и так стоит тогда давайте отправим в антиохию вопрос от нас к существу новый город государства ваши строители могут строить улучшение линии нас к плюс один квери на соседних клетках плюс инквери на соседних лет как с ресурсами плюс один к пище на соседних клетках пустыни и пустынных холмов после открытия госслужбы плюс одну к производству средних клетках интересная штука ладно так еще у нас есть окленд и кардиф вот с кардифом я не очень понял что он дает две единицы энергии за каждое здание в гавани то есть будет накапливаться энергия а вот окленд производством неплохо дает у меня куча городов на море это я думаю что надо зацовным тоже засюзеренить какое задание проложить торговый путь он очень далеко к сожалению а унтерхи писателя так пока так сделаем ну пока так сделаем может это научный город найдем когда-нибудь так тут у нас на кампус оставлено место ну даже не знаю что еще обработать отправляем сюда а почему я не могу эту клетку себе перебросить странно но тут я смог от покровки а урфа обратно не может смену здесь я просто хотел тут вырубить лес для урфы но это странно отлично то что надо дорога проложится вот они тут все лезут нормально уже нормально разбираемся как как лучник не умер от атаки рыцаря ну серьезно как Так, мне надо этот порох обработать срочно вообще щипу урон не наносит блин, почему вот так я что-то не соображу вот, атаковал салоху очень неплохо рыцари атаковали атакую гелон, там, я бы не сказал, что там как-то больше было силы атакую гелон он как-то еле-еле что это такое какие-то парадоксы о, я забыл о, я еще хотел плюс сто процентов к ворским юнитам во-первых, плюс сто процентов к ворским юнитам во-вторых олигархическое наследие поставить потому что другое снять плюс четыре, да все наземные юниты ближнего боя антикуляции плюс четыре, да то, что надо и все юниты ближнего боя плюс пять вот это еще надо поставить давайте пока плюс два влияния уберем так, а в экономике не, пока все оставим как есть так, и мне надо в общем-то построить давайте в очередь поставим где тут наш берберские пираты уникальный юнит средневековья на средневековье же работает промышленные эры о боже они наконец сделали что карточка работает на все юни отлично ну ну слава тебе господи а то же до этого менялась карточка с античности там а у тебя юниты античности и все теперь эти карточки работают ну просто меняются так, еще торговец у меня появился давайте в покровке купим одному золота не хватает ладно мечника построим ну, для моих янычар я думаю, что после картографии откроем массовое производство а потом все-таки пол и литье бомбарды вообще я бы пять ходов может это вот к просвещению как раз и открыть а, ну куда и будет к просвещению как раз пять ходов о то, что надо по таймингу как говорится я и Кристина с Варья Стротнинг самая секси лидер в этой игре короче, шведы петицию писали, что какую-то херню добавили в целом у них вот лидер Швеции сейчас жене показываю это Кристина все, мало того, что тут очень странно выглядит так она еще и как бы исторически это женщина так она еще исторически ну мягко говоря очень неоднозначно как правитель поэтому все как-то удивляются ее добавлению в игру как лидера Швеции Блендовская пустыня опять у Швеции такой цвет как у Франции был так пустовка может расти потихоньку ну а Лидер Швеции недавно вроде как встретил 8, 9, 10 1, 12, 13, 14 еще 4 нации из которых мы не встретили новых Маури Венгрию и кого-то ищу а если какой-то район все-таки построим театральную площадь давайте кампус вот тут потом театральную площадь кстати а мне вообще дают деньги вот вот эти ребята которые там должны меня поддерживать очень много хочет за где вот это вот что сейчас действует там армия оскорблял оскорблял ааа все я догнал что это за подарки пошли это вот те самые блин я тут думаю о мега извержение где это это финики на границах это везувий ребята везувий извергается и что он дает у трех клеток повышена плодородность три клетки повреждено и пять населения потеряно большой базар рыбацкая просто два золота какой-то вот мариво я даже вижу видишь это мариво идет от мельницы цельюми кажется амбар так большой базар смотрите работает то есть написано производство базара 110 да в городе ну 9 производства будем считать а строится за 6 ходов 9 6 54 считайте что в два раза то есть вот эта фигня в этом работает городском строительстве плюс вот этот договор где активные эффекты что они мне там вот короче вот эта помощь которую мне все государства дают это вот после этого конгресса происходит что они мне все подарки дарят а это же в конгрессе прошла эта фигня они должны подарки дарить дедонат темпло майор канада альгамбру построила нет это же холм прокачанный арбалет вообще прокачанный арбалет страшная сила я видел как арбалеты прокачанные от танков отбивались а так совет арбалет арбалеты ради веры вообще неплохо но я ведь имею сейчас плюс 9 прошлым ходом себе поставил а это чё тут за рейд в тыл попутал ошибся адрес похоже что петра два хода должны построить где зулусы блин практически в самую глубь в лес так я хочу апнуть в каравелла у 35 я ну подождем ладно подожду карточку а пока поведу вниз туда буду да блин как летит пройти гор у ребят кстати немерено строй кампусы сколько хочешь ну я должен в героический век выйти конечно я уже тут на собирал еще санычары будут потом вот этот вот берберские пираты это вот все так базар построен с промышленной зоной тут три ладно что еще у нас есть гавань гавань я не смогу нормально поставить кампус тоже не очень театральная площадь давайте мы все вот тут 10 театральную площадь от к там конечно три еды ну хотя бы так на театральную площадь надо поставить заряд рабочего только использую совместная война с саладином незаметная такая незаметное предложение типа вот те ресурсы но при этом еще и война с саладином канада торгуют свингой кстати у канады кстати не очень-то много территории я смотрю рим там и подозреваю но и инки с римом воюют имя значительно продвинулась за счет чего союз второго с кем-то второго ну видимо с дедоной да ухта что это такое оказание вот она мне оказывает то есть у них оказание помощи проходит как какой-то проект в конце которого они посмотрите через два хода дедона мне даст какие-то деньги значит это она и так ну и петра следующим ходом наконец то мы ее давно ждем так так ну на поймах фактически невозможно какие районы строить так что давайте наверное делать фермы вот это мне вот эти поля так нравятся эти шесть ой шесть пять пять пищи семь ну тут уже три справа просто красота только красота только вот ненужные я смотрю с кифом рабочие крокотау вулкан вулкан крокотау так, ну пузыры отвалится, наверное, к этому к Сангаю к Мали перейдет не, не буду пока открывать постоим подождем вулкан бедная, бедная скифия нарвалась турок, правда я не использовал особо пока способностей турецких, ну как, вот Асанны Индии, но очевидно, что катапульты все-таки плоховато действуют во времена рыцарей, их очень легко убить все равно то есть всегда в сетевой игре, например, катапульты строят только для того, чтобы их апнуть обычно в бомбарды и вот бомбарды уже работают как надо так, ну раз у меня базар есть то мне в принципе антиохию можно сюда трепить блин, ну жалко если встречу научную ггшку послов не будет пошло пошло музло грузии да блин а вот вот границы зулуса белеле явно зулусские названия наконец-то я о том, что есть зулус знал давным-давно давайте большой базар сначала построим и разведывательное управление надо шпионов использовать потому что я думаю, что я конкретно отстаю по науке от всех да, ну и ссык видите с осадной башней берется легко нет мне такая сделка не нравится дипломатическое влияние за ресурсы настоящие во опять принять подарок это сейчас а вот следующим ходом должна дедона дать ну это как-то маловато они дают по-моему мне кажется такие какие-то копейки я думал я думал я думал там знаете видите как клеточки тут сразу заиграли новыми красками так давайте передадим анкаре эту клетку эту и вот эту отлично вот супер город у меня вырисовывается вот следующим ходом дедона мне окажет помощь я благосклонно ее приму а 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 нормальненько так может отведим временно или постоим постоим но они этому быстро сделать ничего не могут как раз плюс 7 против этого парня будет вот я его могу убить ну конечно как всегда так тут у нас нету холмов просто делаем так лесопилка один ход и порох один ход будет отлично там там гавани бахнем ну а ну ну наверное лучше я тебя обраблю или пока давайте починим лошадок ну давай зулус выходи навстречу мы так радостно к тебе бежим обниматься ходит где-то не встречает тут посмотрите вот на канады оттава монреале все это все города а еще галифакс то есть три города всего лишь канад канадец смог впихнуть у меня хоть какое-то место есть правда оно плохое но все равно оно есть так наверное промышленную зону здесь или камп лучше сначала эти кампус понимаешь что тут можно крутой еще шахту поставить и круто будет еще одна крутая но нужны 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 кампусы может здесь пока сделать фермы вот так три штучки почему почему нет александр мне офигительно помог конечно 39 золото в ход просил за союз в котором он мне вообще никак не помогал воевать со скифией ну пикинеры убились об рыцаря кстати что может назвать пакет масс продюсс нет нет так гелон щас падет я бы уши ламакумком параху ким месопатаем тоже стишками заговорил но это здесь тем что я типа этот город он мой но не на побережье ей ей это нравится захватывает что представляете Как рыцари по осадным башням На лошадях такие Забираются на стены То есть идея в том, что раз это осадная башня То ее придвигают к стене И юниты не Им не требуется Стену ломать, чтобы попасть в город Но они ажи рыцарями атакуют По-хорошему эти осадные башни На кавалерию не должны работать Как мне кажется Кстати, дамба не требует Количества жителей Обратите внимание, какая каведук То есть дамбу можно в любой момент ставить Следующим ходом Будем апать Наших бравых Отмечников В янычар Ну, сейчас займусь Бывшими городами Перса Так Я сказал, что буду апать Но я забыл, что у меня не обработана селитра Мне надо строителя купить Кроме того, мне надо купить Караванчик Какие у нас тут караваны побольше Денег дадут Как-то уменьшилось Количество денег, да? Ну, героический вид, наверное, закончится Хотя вот есть на 16 Все равно Давайте вот Красиво выглядит Трабзон Тир А еще можно купить А, ну я же захватываю города Поэтому тут новые торговцы появляются Да Какое еще красиво выглядит Коньятир Коньятир Эбернэтир Давайте Коньятир Ладно Промышленная зона на холоме Ай-яй-яй Ладно Будем тогда тут Шахты делать Блин, ну и как мне тут Выйти Никак Ладно Отправляем Этого Парня Домой Монумент В первую очередь Ремонтирую Потому что Он Лояльность Повышает Сразу Ну, как-то он не нужен Что-то ей не нравится Вы предъявляли претензии Другим игрокам Я только Скифом И все Я все-таки Не понимаю Из-за чего Там Опа Думай Денюшки Спионерил Нормально 380 золота Ничего Это Кто-то Кому войну Убил Кто-то Ацтеков Убил Войну По-моему А Просто Скиф и Наску Засоюзили Понял Убил 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 Значит Ставим Во-первых Плюс 50% А вторых Тут Рационализм Уменьшилась наука Ну потому что я видимо от городов меньше получаю науки чем получал от караванов Из-за этого Из-за этого Саттеком я вообще не торгую Че-то Ну караваны не отправляю Так Апаемся Ааа Не накопил То есть Литим Мне не только надо обработать Этот ресурс Мне его еще накопить надо Точно Совершенно То есть это надо заранее готовить вообще все эти ваши Нападения Ну в этом В этом смысле система конечно поинтереснее чем то что было Ну я собираюсь вот эту вот эти города захватить и все Можно со скиф Со скифией мириться Еще один большой базар Библиотеку Библиотеку Ну я уже так солидно получаю Конечно Мурса не растет Надо тут все-таки какие-то Фермы построить Вот что мне не нравится Так это все-таки очень низкое производство у меня везде Давайте наверное театральную площадь Ну опять же Где я ее хочу поставить Там уже у меня построено производство Ну нежелательно Ну не желательно Хорошо Кампус Давайте тут кампус Бурсы Здесь кампус поставлен Еще вот еще Эту надо будет обрабатывать Политическую площадь вокруг Можно будет построить кучу всего Дом сапогу Момент доремонтируем Я поставил карточку, да? Да Делаем кроваву О, сейчас выйдем В бомбарды наконец-то Бомбардами Ну правда У меня уже города Я думаю и так упадут здесь Скифские У нее нету науки Ничего у нее нету Сколько надо для апгрейда? Кстати, требуется 10 селитры Несмотря на то, что карточка А, подождите А не может ли там? А, я карточку не поставил Блин Что-то возникаю А почему я карточку не поставил? Стоп, а что я этого сделал? Понятно, я поставил карточку Да, я уже зарапортовался Я сменил карточку со 100% Я сменил карточку со 100% Видимо, морских химий Так это 50% кавалерия Вот я молодец И сейчас апнул каравеллу За дикие бабки Ладно, давайте тогда быстро Откроем Божественное право Дальше пойдем Что-то идти мне в национализм И корпуса сейчас не особо нужны Поэтому я лучше Встретим на инженерию Пойду Наконец-то Зоусов встретил Так 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4 Еще троих нету Одна из которой Венгрия Мне просто Прямо интересно Как в Венгрии Тут развивается Блин А это Скиф Прям Смотрите Компьютер научили Покупать юниты У городов-государств Как вам это нравится Да, конечно Это идиотский ход В некотором смысле То есть ради чего Просто убить Мне одного Моего арбалета Но сам факт Что они начинают Поуметь Уже Радует Нет Вообще, конечно Я могу поторговать Действительно Давайте больше Селитры Тут важный ресурс Я смотрю Ну Железо С лошадьми У меня было Завались Обычно Вот еще Вот и Маури Вот и Маури Значит Еще Две нации Осталось Одна из которых Венгрия Вторую Не помню Офигительно Маури Повезло Смотрю Включение Что где-то В центре материка То есть Он где-то там Сверху Появился Ваши действия Соответствуют Целям Игрок Александра Политика Экспансионизма Так он Рад Тому Что я много Захватываю Или нет Не пойму Какой мир Надоело Ты мне Своим миром Так А где там Берберские Еще два Ходные Я брал Карточку На 100% Не поставил Карточку На апгрейд Молодец Кстати Они поменяли Правительство И вот Еще Новое Правительство Между прочим Спрятаны Я их Забыл Показать Цифровая Демократия Синтетическая Технократия И корпоративный Корпоративное Либертарианство Центры Коммерции И военные Лагеря Увеличивают Производство В городе На 15% Расходуемые Ресурсы С улучшения Плюс За один Вход Минус 10% Науки В городах Без Губернатора Плюс 2 К энергии Плюс 10% Науки Во всех Городах С источниками Энергии Плюс 2 К довольству И плюс 2 К культуре За каждый Специализированный Район Прикольно Это прикольно По-моему Не поменялось Ничего Так Ну я Ставлю До промышленной Район Ну Они Наверное Карточки Наконец-то Нормально Сделали Слава богу Так Ставлю Скидка На улучшение Юнитов И Вот они Янычары А Не хватает Еще Три единицы Да Пока Не хватает Еще Мне На Янычар Самую Капельку Так Ну что Ты умрешь Людочка Ты умрешь Ой Тут напали Турас 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 Ну что Начинаем Балб Атаковать Нет Стоим Еще Потеряю Башню Тут еще Видите Селитра Мне Важно Этот город Взять Ради Селитры Блин Не думаю Тут Мешается Мешедей Обработаю Так Зулус Как же Ты так Ацтеку Отдался Все На один Ход Что Он Еще Запрет Ацтеку Экботана Ну то То есть Тут Пять Городов Осталось Гордиан Экботана Балх Вот Куль Оба Я думаю Мне Не Нужен Это Говняный Честно Говорю Я Балх Взял По Саргаде Столицу Экботана Вообще Без Районов Да Да Гордиан Без Районов Это Не Особо Скифы Эти Бывшие Города Да Вот Изменились Цвета У Араба Бывшие Города Перса Развивали Я бы Сказал Что У них Вообще Не Развивали Так Промышленная Зона А театральная Площадь Дайте Театральную Площадь Построим Театр Наверное Театральную Площадь Лучше В Стамбуле Строить Здесь Наверное Промышленную Зону Тут Тогда Построим Ну Надо Строить Здесь Хоть Я тут Потратил Заряд Рабочего В принципе Зря Получается Но В Трапзоне Нужна Промышленная Зона Потому Что Просто Нету Производства Бар Арена Кампус Ну Неплохой Кампус Надо Вырубить Леса Промышленная Промышленная Зона Тоже Тут Неплохая Я бы Кампус Построил В первую Очередь Так А что С центром Коммерции А Ну и Центр Коммерции Неплохой Так Так Тут Давайте Вырубим Тогда Лес Строим Центр Коммерции Остались Две Невстреченных Даже интересно На моем континенте Или на этом Вот Они Знают Что У меня Высокий Уровень Производства Почему Это Нигде В игре Не Показывается Я бы Очень Хотел Знать Какое Производство Путь Для сравнения Там В демографии Лабому Сердцу Не помочь Ничем Че Что-то он Какой-то Какой-то Он Напряженный Так Очередная Сессия Гуманитарная Помощь Дедоне Э Что-то За военный Кризис Против Сулеймана Просто Нет Ну А Дедоне Можно Помочь Хотя А почему Не сделать Военный Кризис Против Меня Кстати Если Он Закончится Я Я Получу 200 Единиц Мирового Влияния И Плюс 2 К боевому Еще При Нападении На Минут Участника Действием Атака Город Кстати А Я Не могу За него Голосовать Так Криваясь Его Объектом Ладно Давайте Вот так Просто Один голос Только Отдам И Все Ты Тебя Прям Заставляют Против Него Голосовать Вот Блин Ну Посмотрим Мали А Те кто проголосовал За Те Объявляют Мне войну И Мали Мали Те Кто Не Голосовал Они Никак Не Участвуют В Это Ага Так А вот Тут Гуманитарная Помощь Дедоне Так И Что Тогда Это Будет Кстати Я же Еще Тут Захват Между Прочим Произвожу И Первое Хефестис Мексик То Есть 19 Хадов То Есть Построив Вот Тут Мне тоже Был Культурный Захват Между Прочем Произвести Вот Этим Кампусом Тут Что Не Получилось Наверное Как То Не Так Конкурс Соревнование Просьба О Помощи Ну Давайте Смотреть Оно Видимо Где-то Тут Под Оказание Помощи Давайте Пробовать Во всех Городах Сейчас Запустим Здесь Конечно Театрал Построил Новые районы Построенные Этим Агроком Он Считает Культурный Захват Принятая Цель Сулейман Еще 7 Ходов И О Городском Строительстве Еще 7 Ходов Базары Быстрее Везде Строить Я Еще Не Могу Лапы Блин Так Тут У нас Розовчик Будет В будущем Субтитры не убьют ли мне этого рыцаря не буду атаковать боюсь хочу сохранить все-таки юниты на ровном месте александр вот при этом не объявил не тушь александр может ты мне как-то так совместно у меня с александром союз не закончился по моему компьютеры не любят продлевать союзы они только когда заново да давайте просьба о помощи а вот видно кто сколько на присылал 801 александр с александр получит одну очку дипломатической победы я так понимаю интереснее пока по нулям лучше за 1 четверть списка 2 четверть списка нулевой результат или нижняя половина списка интересно опа и для катапульты нужно селитра блин это что-то селитра прям офигительный ресурс становится с лошадьми и железом не так все сложно эти с религиями как-то ацтек так 34 уже за 1 3 2 а что он сейчас я взял примат папы и крестовый поход походку не случится так вот круто конечно православие зато на другом континенте тоже развивается не по православие против католицизма кстати а на нашем континенте еще зулусы есть востока зороастризм и иудаизм и вот эти такие зулусы и уидеи знаменитые историч историчные все нас уже а нас к просто перестала быть под влиянием скифов поэтому и юнит один ход скифы влили кучу бабла юниты получить и на один ход всего этого хватило так я хочу зулуса попросить права прохода он меня осуждает что мне не даст права прохода жаль походу этому арбалету сейчас наступит гамма вида потому что там мали подкрадывается незаметно промышленная зона универ центр коммерции да наверное стоит центр коммерции построить замки две бомбарды индустриализацию чем открывать и угольное топливо попробуем открыть так ну на этом я серию заканчиваю опять же спасибо что смотрели не забывайте в комментариях писать просьбы о том что вы хотите посмотреть вот подарок это вот то что они генерируют из обсудить что мы на генерируем в итоге чем кончится эта просьба о помощи но я не очень устраивает количество этой помощи прямо говоря и голосовать за эту штуку получить копейки но при этом дать дипломатическое очко победы но от меня никогда не деться это не от тебя зависит you have proved a reliable partner in resolving international конфликт канада коменджу сеньки вери матч дир бренд промки надо к чему вытянет он говорит то на французском то на английском тоже показатель у канады показатель о сахар давай вот так просто поторгуем один на один еще можно вот сельско все это он не будет давать три золота вход давайте так примеру все да интересная карта сгенерировалась интересно конечно получается потому что это пустыня сложновато мне было со скифами в начале ну это генерация этих постоянных как его новых кавалерии сейчас захвачу балл на этом собственно сделаю все спасибо что смотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока